Глава района Алексей Валов, как и обещал, в еженедельном режиме отслеживает ход строительства при стройке к Медвежьей Озерской школе. Достраивается четвертый этаж основного учебного корпуса. Над спортзалом смонтирована металлическая стропильная система. Строители посчитали более рациональным сначала достроить здание и потом накрывать крышу сразу над всей постройкой. В окнах первых двух этажей уже вставлены стеклопакеты. Основная задача, которую ставит Алексей Валов, прежняя – как можно скорее закрыть тепловой контур и приступить к внутренним отделочным работам. Кроме того, как и обещали строители, в дни осенних каникул, в отсутствии учеников, они начали пробивать стену здания действующей школы, чтобы сделать двухэтажный переход между корпусами. Достроить установленные сроки, потому что все оборудование получается оплачено. А и отопительное оборудование, и водопроводное оборудование, и ИТП оплачен. Только монтировать и запускать все системы. Сегодня звонили генподрядчику для того, чтобы финансирование было более устойчиво. Поэтому и в этом плане возьмем тоже на контроль. Другие вопросы, касающиеся возведения объектов, которые находятся на контроле администрации и лично главы района, рассмотрели в рамках еженедельного строительного часа. Простых вопросов на стройчасе не бывает. Дольщики ЖК Литвиновой Сити ожидают начала компенсационного строительства на земельных участках, которые подобрала администрация. Два застройщика компании «Гранд» и «Сатурн» подтвердили свое согласие взяться за решение проблемы. Район работает с Министерством строительного комплекса. На декабрь назначена трехсторонняя встреча с участием дольщиков. Ожидается, что к этому моменту решение по Литвиновскому долгострою будет найдено. Выводим очередной пакет документов на Минстрой для того, чтобы было принято окончательное решение. Два застройщика уже дали подтверждение о своем желании выйти на решение этой проблемы, поэтому будут заниматься так, чтобы довести до конца. Застройщик ЖК «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский серьезно нарушает сроки сдачи объекта. В то же время компания «Бизнесленд» нашла соинвестора, который готов вкладываться в проект и уже делает это. Глава района поставил задачу прежде всего достроить и ввести в эксплуатацию жилые дома, а потом уже бросить силы на развитие инфраструктуры. Он нам представил еще полгода назад. За это время недостаточно многое сделали. Вложили порядка 80 миллионов в это строительство. И соинвестор подтвердил свое намерение дальше вкладывать деньги для достройки этого жилого комплекса. На контроле остается ситуация в жилом комплексе «Восточная Европа» в поселении Медвежьозерское. Главная проблема – некачественные ресурсы, вода и теплоснабжение. Администрация настаивает на передаче объектов коммунальной энергетики. На баланс муниципалитета. Застройщик обещает сделать это до конца года. В ближайшее время должна завершиться регистрация газопровода, что позволит подключить и запустить на полную мощность котельную. Если в течение недели дадут разрешение на врезку и пуск газа, проблема отопления горячего водоснабжения будет решена. По холодному водоснабжению, по работам сейчас поможем управлению по земельным отношениям, для того, чтобы сформулировать земельные участки и принять все муниципальные собственности. На совещании также обсудили создание пешеходной зоны на улице Гагарина в микрорайоне Чкаловский. Застройщику дано указание применить более качественные материалы при формировании элементов доступной среды. 1 декабря работы обещают закончить. Чтобы все больше и больше неухоженные брошенные пространства превращались в зоны общественного притяжения, в рекреационные зоны. Эта работа тоже непростая, но мы будем ее делать и обязательно выполним. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».